Война направлена не на захват Украины, сознательно или несознательно. Эта война направлена на разрушение России, российского государства, в том виде, в котором мы его знали и до 24 февраля. Я уверен в том, что те процессы, если даже изначально оно контролировалось, то в последующем России могут начаться неконтролируемые правящим режимом процессы, направленные на какие-то исключительно серьезные перемены в этой стране. А исключительно серьезные перемены в этой стране может говорить только об одном, о трансформации этой страны в какое-то другое государственное образование. Немножко пораскинув мозгами, не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову. Но чисто клоуны. И исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. В строгом соответствии с графиком. По плану. Видно, что военная кампания идет не по плану, что она вошла в самую невыгодную для нас, для русских вообще форму, в затяжную форму. Сегодня все обсуждают сто дней войны. Какие результаты, что мы достигли, чего не достигли. На самом-то деле нужно говорить, если о сроках, то вообще-то не сто дней войны, а девяносто девять месяцев. А обострение началось в 2014 году. С момента вторжения Российской Федерации в Украину. Сначала оккупация Крыма, потом части Донбасса, ну и сейчас полномасштабная фаза. Так вот, что самое главное за этих сто дней полномасштабной войны, можно сказать? Даже в самом Мордоре, в самой России, наконец-то начали осознавать, что Украина была, е и будет. Это, наверное, самое главное открытие, в том числе для кремлевских небожителей. Увеличение смертности у нас наблюдается. Ну а в нашем случае вопрос стоит немножечко по-другому. То, что Украина никуда не денется, это уже понятно всем. Вопрос, на каких рубежах будет остановлен российский враг и на какие рубежи он будет отброшен. Поэтому, если мы говорим о ста днях, то очевидно, говорить о победах рано. Как и очевидно, что Украина уже не проиграет. Есть ленд-лист, есть западная помощь, различные российские деятели, бомбя украинские города, угрожают нам карами небесными. Это выглядит забавно. А такие деятели, как Мария Захарова, считают стволы новых украинских гаубиц. В общем, многое еще впереди. Но все-таки, наверное, можно говорить и о том, что нам удалось. За все время полномасштабного вторжения враг не осуществил своих планов и возможности зайти и перейти в линию разграничения на Авдеевском направлении ему не удалось. Удивительное дело, что единственным критиком российского фюрера, в смысле Владимира Путина, на территории России остался террорист Игорь Гиркин. В общем, прекрасная компания. Один террорист критикует другого террориста. Мой прогноз заключается в том, что второй этап операции, нацеленный на окружении разгром Донецкой группировки, провалился. Я напомню, что согласно заявлений российского президента, нациста Путина, захват Донецкой и Луганской области является целью спецоперации, как они говорят. На самом-то деле войны, и если быть откровенным, они говорят о Донецке и Луганске, но хотят схапнуть столько, сколько смогут. И вот на Донбассе у них уже проблемы. То есть армия воюет наше и окружение хер им, а не окружение. С юга вообще не сумели со стороны Гуляйполя навстречу продвинуться от слова вообще. С севера не смогли даже дойти до окраин Славянска до сих пор за три недели. То есть да, там продвинулись, несколько сел взяли и продолжаются упорные бои. Почему? Потому что противник контролирует свою оборонительную операцию. Я это называю Курская дуга наоборот. Противник это мы, украинцы. А если Курская дуга наоборот, это значит, что товарищ террорист Игорь Стрелков как раз и говорит, что современными нацистами являются россияне и российская власть. Но знаете, из важного, вот слов, конечно, за эти сто дней было сказано много, но ключевой момент, наверное, заключается в том, что российские руководители наконец-то четко артикулировали, чего они хотят. Вот что они подразумевают под деноцификацией, ну это им в зеркало, и демилитаризация. Здесь им просто глубоко вздыхать, потому что количество современного оружия за эти сто дней в Украине увеличилось в разы. Причем, что это только начало. Так вот, чего хочет рейх, российский рейх от Украины? В конечном счете это грозит Украине отказ договариваться. По сути, одни, утратой национального суверенитета. Российская фашистская федерация, что она подразумевает под этим? Это капитуляция Украины. Хотя возникает вопрос, а зачем нам капитулировать, когда у нас оружие становится все больше и больше? Да, демилитаризация России. В этом отношении, наверное, есть смысл зацитировать слова премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, который вот насчет этих переговоров, он же очень четко сформулировал, что Путин не дает Украине возможность сесть за стол переговоров. Вы спрашиваете, могут ли они вести переговоры? Но о чем? Чтобы Украина отдала свою территорию России? Потому что Россия считает это правильным, а мы считаем это неправильным. Поэтому, да, война будет продолжаться. И юг Украины, и восток Украины будут освобождены. Да, путем военной силы. У российских солдат есть такая особенность, что если по ним активно вжарить 155-мм калибром, в большинстве своем они сразу задаются одним единственным вопросом. А зачем нам это все надо? И бегут. Ну, в зависимости от ситуации. Или в направлении Крымского моста, или Ростовской области. В общем, правило уйди или умри, оно в силе. Такое есть. Украина действительно стала сильней. И этих 100 дней это четко фиксируют. Это наблюдается. У нас не пропало желание защищаться. Мы прекрасно понимаем, что враг будет повержен, а все российские оккупанты будут в Украине уничтожены. И если уж говорить о 100 днях полномасштабного вторжения, наверное, нужно просто вспомнить людей, которые ценой своей жизни эту страну сохранили. В сутки день войны, ребята уставшие, ногу загорят, работает арта, жарят орков так прилично. После таких выездов работать хочется еще больше, энтузиазма еще больше. У нас даже появился термин такой, избыточная смертность. Ну, вижу, что улучшается ситуация. Не хочу сглазить, но будет лучше. Субтитры создавал DimaTorzok